Здравствуйте! В столице Казахстана, Астане, продолжается чемпионат мира под дзюдо. После трех дней соревнований в копилке у россиян пока не густо. Серебряные награды есть только в активе Михаила Пуляева, которую спортсмен из Рязани завоевал в категории до 66 килограммов. Напомним, в этом же весе выступал чемпион Европы Камал Ханмагомедов из Дербента, который так же, как и олимпийский чемпион Кизил Юртовиц Мансур Исаев, в категории до 73 килограммов в тройку призеров не попал. Сегодня российские дзюдоисты остались без медали, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». В мужском весе до 81 килограмма Иван Нифонтов выступил в 1-16 финала южнокорейцу Сюнсу Ли, а дагестанка Парису Ракатова в весе до 63 килограммов проиграла будущей чемпионке мира Словенке Тине Трстняк. Двукратный чемпион мира по БМ без правил и чемпион Евразии по версии Рингс, основатель профессионального спортивного клуба «Рингстула» Магомедхан Гамзатханов, известный в спортивном мире как «Волкхан», проводит в Махачкеле мастер-классы. В спорткомплексе имени Али Алиева боец делится с секретами, с самбистами, дзюдоистами и представителями смешанных единоборств. О хитросплетениях мастерства легендарного спортсмена в нашем сюжете. Своебразный психологический тренинг перед мастер-классом. Таким образом, Магомедхан Гамзатханов, больше известный в мире под прозвищем «Волкхан», готовит спарринг-партнера к сопротивлению. Легендарный боец не только рассказывает, но и детально показывает, как правильно делать болевые, если оказался в партере. Теория подтверждается практикой. А на самом деле, это у меня отвлекающая манера. Я атакую сейчас ногами, ногами. И самое главное, чтобы противник расставился. Еще в 90-х прошлого века «Волкхан» становится первым спортсменом из СССР и России на профессиональных боях без правил по версии «Рингс» в Японии. Именно в стране восходящего солнца состоялась спортивная карьера Гамзатханова. А боевое и спортивное самбо, благодаря «Волкхану», в Японии стало популярным видом спорта. Местные промоутеры долго думали, как преподнести «Волкхана» публике. О нем говорили, что он тренирует сотрудников КГБ, что является потомком самого Чингисхана и многое другое. В конечном счете, решили представить дагестанца под псевдонимом «Волкхан». Но, и с тем, что это изменилось. Как и все, как и все, как и все, как и все. Как и все, как и все, как и все. В первом бою в Японии КГБ, Проиграл основателю мировой бойцовской лиги «Рингс», известному японскому прорестлеру Акири Маэди. Но тем не менее, запомнился зрителям как боец, владеющий техникой боевого и спортивного самбо. Более того, как человек с сильным характером и волей к победе. Японцы, несмотря на его проигрыш, продолжили приглашать Хана на участие в поединках. Позже Волк Хан становится двукратным чемпионом мира и обладателем золотых корон по версии «Рингс». В 1999-м он чемпион мира по версии «Рингс» в командном зачете. В карьере Волк Хана 58 профессиональных боев, 49 побед и только 9 поражений. В ходе мастер-класса для дагестанских дзюдоистов Гамзат Ханов раскрывает секреты своего мастерства, показывает коронные приемы. Экспериментировать нужно на тренировках, говорит боец, а вот на турнирах это может сыграть негативную роль. Надо любить свое дело, подходить к нему профессионально. Просто там за скоком ничего не получится. Поэтому я им говорю, как партер я борюсь, как клеш должен быть. Вот за скоком ничего не получится. Первое, дай определение, что ты хочешь. Второе, начинай ее перелопачивать каждый день. И следи, как ты прогрессивно растешь. Тогда у тебя есть какой-то старт, в конце ты видишь какой-то финиш. По крайней мере, к нему идешь. В зале дзюдо много известных спортсменов, чемпионы России, Европы, призеры мировых, первенств и даже участники Олимпийских игр. Каждое движение мастера буквально разбирают по крупицам. Секреты могут помочь уже на крупных международных турнирах. Главное верить в себя. Я провел здесь мастер-класс по борьбе дзюдо, только в партере болевые приемы. Вчера провел боевой самбо и ММА. Это чисто теоретически, практически, основные моменты, психологически. Вот что нужно делать для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно на рынке. Показать то искусство, которое их обучали. За следующие годы. Спарринг-партнер Волк Хана – один из лучших дагестанских наставников по смешанным единоборствам Махач Магомедов. Гамзат Ханов показывает не только, как делать болевые, но и как можно их избежать. Конечно, на него равняются, хотят дети заниматься. Он передает также свое мастерство. Там всякие мелочи бывают, которые молодые, не знают в борьбе, какой от них польза, какая польза, для чего это нужно. И вот он все это показывал. Даже чем месяц мы, например, тренируем, одна тренировка вот такого профессионала, она дает больше результата. Своё мастерство Волк Хан передает сыну Джамалу, который готовится к крупным международным турнирам. Своего рода преемственность поколений. В планах Гамзат Ханова – мастер-классы в Австрии, Венгрии, Дании и Литве, где всемирно известный боец поделится секретами в ММА и самбо. Жеребец-олигарх частного владельца Раджаба Раджабова из Агульского района одержал очередную победу на дистанции 2400 метров. В этот раз розыгрыш большого всероссийского приза дерби среди лошадей Ахалтикинской породы прошел на ипподроме в Краснодаре. Лошадь находится в тренинге у Магомедзагира Джафарова. Скачку выиграл мастер-жокей Шамиль Хатков. Ну а завтра во дворце спорта имени Кура Магомеда Кура Магомедова в Каспийске стартует первый всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя России генерал-майора МВД Магомеда Амарова. В состязаниях вольников примут участие представители из 15 регионов страны. Спортсменам, занявшим первые места в своих весах, будет присвоено звание мастера спорта России по вольной борьбе. Организаторами соревнований выступят Минспорта Дагестана и Министерство внутренних дел России по Республике Дагестан. Первый день определяют в сильнейших весах до 57, 65, 74 и 97 килограммов. Во второй до 61, 70, 86 и 125 килограммов.